Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Андреал. И сегодня мы посмотрим секрет запрещенного генератора, который работает без топлива. Люди, наконец-то, начали догадываться и делать опыты. И у них есть первые успехи. Но сегодня мы как раз об этом и поговорим. Конкретные факты, как сделать мотор, который не тормозит и нарушает законы физики. А мы начинаем. Ну что, друзья, вы ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно распространяйте это видео, потому что такие технологии должны знать все, иначе их никто не увидит. Как вы знаете, подобные технологии существуют достаточно давно. Моторы-генераторы, которые не тормозят и вырабатывают больше электричества, чем потребляют. Всевозможные ротовертеры и прочие БТГ-генераторы. То есть бестопливные генераторы. Как вы знаете, все это скрывается от обывателей. Вся физика построена на ложных догмах. Все, что учат в школах, зачастую не соответствует реальности. Многие законы физики просто не дописаны. Это делается специально, чтобы мы никогда не узнали, что существуют запрещенные технологии. 100 вольт на 100 ваттную лампочку равно 1 амперу тока. Так, я подключаю это прямо сюда. И вуаля, мы имеем 1 ампер тока. В реальности чуть больше, потому что 120 вольтовая лампочка. И люди стали догадываться. Об этом и пойдет наше сегодняшнее видео. Все ссылки вы, как всегда, можете найти в описании к видео. Нажимайте кнопочку «Еще» и там будут все ссылки. Первое и самое интересное, друзья, это катушка особой формы. Катушка в катушке, которая как бы перемагничивает катушку и получается небольшой сверхъединичный эффект. То есть катушка при нагрузке не тормозит. И это зачастую может сыграть огромный эффект построения генератора свободной энергии. Потому что если вы снимаете полезную нагрузку с катушки, но она не тормозит, это и есть то самое, что позволит вам черпать вечную энергию. Ясное дело, что в разумных пределах. Ну что, давайте смотреть дальше. Ребята, всем здравствуйте. Сегодня хочу выложить коротенькое видео. Показать катушки, немножко рассказать. Заказал себе у токаря новую, ротор новый, под свои магниты уже, со своими размерами. Как придут магниты, сделаем хорошую крутилку. И тогда уже будем, просто это, жалко медь тратить. Хорошую медь купил на базаре, советскую еще, с качественной изоляцией. Очень хорошие провода, гибкие, изоляция не сыпется, ну вообще замечательная. Жалко мне просто тратить на вот такие вещи. Сделают хорошую, тогда уже будем. Вот так. Так что всем, ребята, особая благодарность. Ну, прям вообще от души. Так, теперь вот хочу показать я эту катушку, прошлый раз которую. Смотрите, интересно, я не знаю, попробуйте, кому интересно. Вот видите, как она сделана. То есть катушка в катушке. Некоторые ребята догадались. Да, вот так она сделана, намотана. Я проверял всякие варианты. Маленькие, большие, всякие делал. Вот видите. Причем самое интересное, друзья, что не один человек начал догадываться, а уже по крайней мере 3-4 человека на ютубе уже догадались, как примерно работают генераторы, которые не тормозят. Ну, немножко помотал опять же меди, жалко. Вот. Что интересно, показывают разные результаты в зависимости от размеров. Вот именно магнитную систему сначала надо сделать, а потом уже экспериментировать. Ну, кое-какие результаты я получил, но очень просто интересно. Еще. Зависит от того все, как соединить вот эти все катушки. Я даже пробовал вот так две. Вот так пробовал, три вставлять. Получил даже ускорение ротора. Но опять же, в зависимости от результата соединений. Сильно тоже говорю, мне меди просто жалко такой, ее мало осталось. Будет ротор, я буду пробовать. Это просто так, в качестве, ну, как сказать-то, эксперимента. Попробуйте, может, у кого-то что-то получится. Вообще, прям здорово. То есть, прогресс пошел. Я очень рад, доволен. Молодцы, ребята. Ну, вообще, классно. Катушка. Обычная катушка, придуманная лет 200 назад, может, больше. Казалось бы, что ее конструкцию изменить нельзя. Об этом задалбливают учеников в школе, студентов в УЗИ. Идут построения изделий на ее основе. И наука о ней несокрушима. Но, оказывается, если отступить от правила, всего чуть-чуть, то можно получить другое правило, что все возможно. Это еще и Тесла делал. Ранее я показывал видео автора Чудо-катушки, которая, с одной стороны, индуцирует ток от прохождения магнита, а с другой его нет. И более того, она не фонит магнитным полем, как обычная катушка, которая тормозит магнитный ротор при подключении нагрузки. Но, вот с виду это обычная катушка, просто намотанная. Но, намотана-то она с виду просто. А вот, на самом-то деле, она намотана далеко не так, как все классические стандартные катушки. И получилось так, что вращение генератора осталось таким же легким. Ну, может, ну, чуть-чуть там усложнилось. А вот выдача электричества увеличилась на 25-40%. Они прекрасно работают только с одним полем магнитов. Второе поле для них вообще, как будто, не существует. Выход из них электричества, можно сказать, нулевое, по соотношению к другому полю магнита. Магнит поворачиваешь, все не работает. С одним полем у него очень хорошие амперы идут. И вольтаж хороший. Стоит повернуть, амперы слетают, не знаю куда. Вольты остаются. Стоит повернуть, амперы слетают, не знаю куда. Она мне показалась привлекательной для моих разработок. Я пару месяцев протестировал ее, пока не достиг нужного мне эффекта. Не в генераторной сфере. Возможно, есть что-то похожее, но не такой конструкции, не с такими параметрами. Может, эта катушка и есть настоящий магнит САПа. Я намотал эти катушки не очень качественно, без соблюдения размеров магнитом. Но больше всего в катушке меня поразило необычное свойство. Вернее, то, что сделает ее в будущем гемоном. Это похорнизм на магнитное поле магнита. Возможно, этот эффект вам всем знаком, особенно альтернативщикам. Но я как-то раньше не обращал внимания на это, да и не читал. А вот идеи появились только сейчас. Циферки. Это погрешность в изготовлении катушки. Тут надо многие параметры учитывать. Рано или поздно информация была бы раскрыта. Что сделал один, то и другой догадается. Вот еще видео об этой катушке. Сегодня ролик снимаю. Хочу показать сравнение классической катушки. Обычной и измененной немножко. Значит, здесь 200 витков и здесь 200 витков. Одинаковая масса, длина, сечение провода. Все одно и то же. Так, ток полампера. Все, да? Вот давайте смотрим пластическую катушку сейчас. Подношу. Видите тормоза какие? Сразу. Итог смотрим потребление. Почти до 1 ампера. Ну и почти в нуль тормоза. Все. Ну здесь вот вы видите. Так, что тут у нас? В районе 1 ампера. Так, сейчас я поменяю катушки. И посмотрим вот с этой катушки. Сейчас я ее подключу. Так, вот подключил я эту катушку. Все, опять давайте смотрим. Вот я подношу ее сюда. Так, с другой стороны. Давайте смотрим, что потребление. Смотрите. Ничего не меняется. Вот я держу здесь. Все нормально. Теперь сюда осмотрим. Смотрите. Ампер. Блин, может плохо видно. Вот так покажу. Смотрите. Ампер. Чуть больше ампера, да? Вот. Там один говорил, что жрет у тебя ток. Ничего он не жрет. Нормально все. Так, ладно, я сейчас выключу это. Соотношение, кстати, тоже выверено просто опытным путем. 7 к 3. Не видно, наверное, да? 7 к 3. Что значит к 7 к 3? То есть, 70 вперед и 30 назад. Вот так. Конкретно вот эта катушка намотана. 70 вперед, 30 назад. 70 вперед, 30 назад. Вот чем она отличается. Давайте возьмем классическую катушку. То есть, вот намотка, да? Вот намотка у нас. Как мы знаем, при прохождении магнита каким-то полюсом северным, южным, неважно каким. В катушке, естественно, при прохождении тока, при подключении какой-то нагрузки образуется ЭДС, ток, соответственно, и возникает поле. Как нас учат. Все классическая схема. Да, все это вот так вот как-то все это происходит у нас. Каким-то образом. Я сильно не буду это. Все знают. Но образуется в катушке вот с этой стороны точно такой же полюс, которым подходит магнит. То есть, если он южным подходит, образуется южный полюс. Если северным, тогда северным. Вот отсюда и возникает торможение. То есть, они начинают сопротивляться, да? Все. Казалось бы, все понятно. Классика. Все здорово. Давайте рассмотрим вот эту катушку. Ну, допустим, так. Так, допустим, здесь 30 витков у нас, да, по краям получилось. Вот. Дальше у нас идет 70 витков. Давайте в другую сторону. Заштрихуем оно побольше. Опять 30 идет. 30 вот здесь, да? И опять 70 у нас получилось. Вот, какая интересная штучка, да? Вот. То же самое при прохождении того же магнита. Каким-то полюсом. Северным, южным, не важно. Какая картина получается. То есть, токи в катушках начинают, как бы, они в одну сторону, но поля образуются разные. Например, вот у этой катушки, которая 70 витков, да? У нее, например, у нее, например, южный полюс тут образуется. Так как это другая намотка. У нее ток течет в другую сторону. Образуется северный полюс. Опять южный, опять северный. И происходит, как я опять же понимаю, некая компенсация вот этого всего дела. Но компенсация происходит не полностью. Как бы часть компенсируется. Но поля, вот эти поля, которые образуются вот здесь вот, они замыкаются по всему, распределяются. По всем катушкам. Абсолютно по всем. Вот как я понял. Тут очень сложное поле такое появляется. Они и так замкнуты, и так замкнуты, и так замкнуты. В генераторе без торможения эта катушка используется без сердечника. Но так как магнитное поле магнитно рассеянное, то и генерация идет не на полную. Зато без видимого торможения при подключении нагрузки. Можно намотать эту катушку на сердечнике. Тогда магнитное поле будет концентрироваться, и выхода будет больше. Ну, как и в обычном генераторе. А чтобы торможение было минимальным, надо статор делать как у этого двигателя. Крутится легко и выдает ток. То есть зубцы железа сердечника расположены близко. Магнитное поле старается войти сразу в два зубца. Ну, а мощность будет уже зависеть от размеров конструкции генератора. Так что будем проверять. Я тоже в дальнейшем построю подобный генератор. Сейчас разрабатываю собственный генератор, друзья. И вот так вот выглядит одна из запчастей. Подробнее вы можете всегда посмотреть у меня в ютубе в историях. Ну что, друзья, вот такие вот потрясающие видео. Цените. Обязательно скачивайте это видео себе, чтобы не потерять. Потому что подобные видео долго на ютубе не держат. Так что обязательно скачивайте, распространяйте, друзья. Пишите ваши комментарии. Ну, а мы увидимся уже совсем скоро. Пока-пока.